Здравствуйте, дорогие товарищи! Открываем нашу традиционную теперь уже научную конференцию. Причем на этот раз она звучит «Причины и результаты борьбы позитивных и негативных тенденций в социалистических странах». То есть тема, она довольно широкая, в то же время она такая, как бы нацеленная на узкую проблему, противоречивость развития социалистических стран, противоречивость развития социализма. И действительно, можно сказать, что вот с этой темы, темы противоречий при социализме, начинается такое более серьезное осмысление социализма в нашей стране. Вы помните, 35 лет назад вышла книжка Михаила Васильевича Попова о противоречиях социализма, как первой фазы коммунизма. И с нее началось такое глубокое осмысление вот этой тематики. И в какой-то мере, закономерно, что мы опять возвращаемся к этой теме, теперь уже в таком более широком контексте. И я думаю, что, конечно, здесь мы накопили большой материал на эту тему. И сегодня им поделимся. Я даже думаю, что так или иначе эта тема будет еще развиваться, и поделимся и в наших дальнейших работах. Ну а открыть конференцию, значит, оргкомитет предлагает председателю оргкомитета, кандидату экономических наук, Галком Виктор Иванович. Дорогие товарищи, мы рады вас видеть в поселке Ульянов в Калининградской области, в доме музея Ульяновых и Лизаровых, в этом замечательном помещении, которое полностью отремонтировано как раз к началу конференции. Знаменательно, что весь ремонт сделан силами наших товарищей, многие из которых присутствуют в этом зале на конференции, будут принимать участие. Итак, тема конференции названа. Организаторами конференции является Красный университет Фонда Рабочей Академии и интернет-телевидение Ленру. Участниками конференции являются ученые-марксисты, слушатели 2-го отделения Красного университета, а также организаторы, руководители Рабочего движения, коммунистические партии Левых и прогрессивных сайтов. Конференция у нас носит международный характер. Заявки на участие в конференции были получены от наших товарищей из Украины, с Коммунистической партии Бельгии и от корейских товарищей из платформы сопротивления империализму и Соединенных Штатов Америки. Условия пандемии сыграли свою негативную роль, не все смогли приехать и участвовать очно, но возможно было заочное участие в виде написания тезисов и докладов на конференцию. Ну я повторяться не буду, уже Александр Сергеевич сказал цель задачи конференции. Понятное дело, что законы общественного развития имеют объективный характер, немалимо приближают нас к победе социализма в всемирном масштабе, но автоматически это не произойдет. Это произойдет только через борьбу, через борьбу, которую ведет рабочий класс и все трудящиеся. Но мы как диалектики понимаем, что борьба предполагает наличие двух противоположных сторон, соответственно позитивных и негативных тенденций. И результат этой борьбы, победа позитивной тенденции будет только тогда, когда она будет преодолевать и негативную тенденцию. Мы видим, что эта борьба идет. Вот конференция наша, один из элементов той борьбы, которую ведет рабочий класс, стреляющийся. Главное направление магистральное, сейчас идет заводов борьба, там где идут коллективные действия. Борьба за коллективные договоры, забастовочная борьба, которая неминуемо придет к созданию Советов как основ, как ориентированной формы советской власти. Борьба эта многоплановая, идет по разным направлениям, имеет различные формы, в том числе и на международной арене. Вот те наши товарищи, коллеги, которые прислали заявки на участие в конференции, скажем, из Южной Кореи, сейчас непосредственно уже в августе ведут активную борьбу. Канжев Басой, представитель Коммунистической партии Бельгии, уже 4 августа в Сеуле выступал на большом митинге в поддержку той борьбы, которую ведет Корейская Народно-Демократическая Республика за социализм, против военных маневров, которые организовали в Южной Корее американская военщина и, так сказать, силовский режим. Тех маневров, которые предполагают, так сказать, нападение, так сказать, в войну против КНДР. Ну вот, на этом я закончу. Пожелаю конференции. Успешной работы. Слово для доклада предоставляется Казенову Александру Сергеевичу, доктору философских наук, профессору. Тема доклада «Борьба за коммунизм против контрреволюции в СССР». Следующий. Приготовиться Гавшину Борису Николаевичу. Спасибо. И регламент мы не оговорили. 15 минут. 15 минут. Да, дорогие товарищи, мы привыкли к тому, что Коммунистическая партия со временем ее основания все время борется, ведет борьбу с буржуазией. И в советское время тоже как-то главное внимание было на борьбу с буржуазией где-то вовне, особенно после победы в Великой Отечественной войне. Хотя коммунисты никогда не забывали, что и внутри Коммунистической партии все время так или иначе возникали оппортунистические ревизионистские тенденции и приходилось с ними вести борьбу. И Ленин нам объяснял необходимость борьбы с оппортунизмом, ревизионизмом внутри рабочего движения. Но после смерти Сталина мы столкнулись и с тем, что приходится вести борьбу за коммунизм внутри самой Коммунистической партии. То есть, если, скажем, прошлые там ревизионисты, оппортунисты, они так это действовали открыто и в целом все-таки, может быть, в каких-то узких и фальшивых позиций, но все-таки там за развитие какой-то социализма, может быть, не врают. То в эпоху Хрущевщины и после мы столкнулись с тем, что, в общем, они уже и от коммунизма отказались, и от диктатуры пролетариата отказались, буквально, документально вычеркнув понятие диктатуры пролетариата и соответствующей политики из программы Коммунистической партии. И тогда, вот в 50-е, в 60-е годы коммунистам, настоящим имеется теперь уже в виду коммунистам, это было не очень понятно и не ясно. Скажем, и мы, нам, молодежи, как-то тут мы не разбирались, но все равно власти коммунисты, красное знамя, программа Коммунистической партии, вроде все нормально идет своим чередом. Немножко непонятно было, как-то вот Сталина, вождя и партии, и государства, и военно-вождя, победителя, значит, Великой Отечественной войны, вдруг стали охаивать. Нам тогда не было понятно, что это клевета там или что-то такое, а такое охаивание нам, почему так? Причем в народе, скажем, вот в быту, среди окружающих, мы тогда, молодые-то, школьники, мы тогда этого не понимали. Родители пели на праздниках Волховскую застольную со знаменитыми этими словами, может, молодежь не помнит припев там. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Да, причем это настолько, значит, как-то было загнано в подполье, в том числе и вот этот куплет из этой песни. Песню пели, а эти слова как бы были под запретом. Поэтому, когда Кобзон тут в 15-м году или в 10-м, в Дворце, в Большой концертный зал Октябрьский спел целиком эту застольную. Зал там встал и аплодировал минут пять, наверное, стоя. Так что вот тогда этого не понимали. В дальнейшем, когда уже мы повзрослели, скажем, при изучении курса истории КПСС, научного коммунизма, скажем, мне как студенту было непонятно, что классики говорят одно, а программа и учебники, значит, другое, выступают против диктатуры. Но тогда мы молодые, и вроде казалось, но это что-то мы тут не понимаем. Все-таки есть академики, есть профессора, есть заслуженные деятели партии. Значит, ну вот это тут я что-то не понимаю. Ну, потом, мол, разберемся. Но чем дальше это шло, чем больше это усугублялось, значит, тем сознание, с одной стороны, прояснялось, с другой стороны, значит, в середине 80-х годов нас уже столкнули с этой практикой, фактически открытой борьбы в партии, внутри самой партии против партии, значит, наряду с тем, что борьба против коммунизма в СССР и в России, и в республиках была очень острой и жесткой. И нас стали приучать к мысли, что, значит, учение там неправильное, Сталин там, значит, вот вообще преступник, Ленин там ошибался, та-та-та-та-та-та-та. А уж когда развалился я, когда развалили СССР, и мы оказались без СССР, значит, начали прессовать народ мысль о том, что, ну, не было сопротивлений никому он этот СССР нужен был, и он развалился. Ну, вот прошло теперь уже, значит, 30 лет, старые ветераны начинают писать мемуары, и вот буквально я сейчас, ну, вот летом столкнулся с двумя такими, как говорится, близкими людьми. И вот сейчас мы вспомнили с Виктором Аркадьевичем, был такой в Объединённом фронте трудящихся, Курсаков Владимир Иванович, кандидат философских наук, капитан первого ранга, в Война-Медицинской академии работал. Вот он летом, значит, опубликовал свои мемуары. Попросил меня, Александр Сергеевич, напишите такое, ну, предисловица. Ну, я написал, вот сейчас он, значит, звонит, что вышли эти мемуары, там он вспоминает Виктора Аркадьевича, нашу борьбу там в Объединённом фронте трудящихся, и вот эту книгу, значит, скоро мы получим. Один такой вот, что называется из собственной практики, живой пример. Как люди вспоминают вот эту борьбу за коммунизм, значит, в условиях СССР, тогда ещё в условиях СССР. И другой, может быть, кто-то видел в Ютубе в последнее время, начал выступать Валерий Иванов из Литвы. Вот этот Валерий Иванов, он когда-то был одним из организаторов, единство было такое движение, ЕНИДБ, единство в Литве. Это наш Объединённый фронт трудящихся, значит, в республике, в конкретной звучал, назывался там. И вот меня Объединённый фронт трудящихся посылал туда, в Литву. Ну, я ездил, выписали мне командировку, дали денег на проезд. Вот я ездил, встречался там с этим Валерием, с другими товарищами, кстати, и с лидерами официальной компартии Буракаевичесом, Ермолаевичесом. Объяснял им, что там как раз можно создать совет в той форме и в том смысле, в которой он был при Ленине. Почему? Потому что у них там были хорошие условия, значит, связи с производством. И военное командование, значит, заявляло несколько раз, что пора возвращаться к советам настоящим, к советской власти. Вот, и я товарищам объяснял руководителям компартии, они, ну что вы, Горбачёв, у нас же всё-таки централизованная партия, мы не можем. Ну, а раз вы не можете, значит, одному дали, посадили, арестовали, посадили в тюрьму. Одному дали шесть лет, а другому одиннадцать. Вот Буракаевичес отсидел и вскоре умер, первый секретарь. А Йозес Йозефович Ермолавичус, он ещё до сих пор жив, работает в Москве и выпускает книги такого социалистического свойства. Кстати, он закончил Ленинградскую высшую партийную школу в 59-м ещё году. Так что, вот начинают писать вот эти ветераны, которые в те времена ещё боролись и вступили в довольно острую борьбу. И картина борьбы, которая велась в Советском Союзе, во-первых, значит, с буржуазией, во-вторых, внутри КПСС, значит, с антикоммунизмом. Или внутри КПСС за коммунизм. Или борьбу. Довольно значительные широкие силы. Просто о них мало кто знал. И их же не популяризировали, им-то не давали ни трибуны, ни газетные полосы. Поэтому она как бы так и оставалась в Тунии. И она оставалась в Тунии и в больших масштабах, пока всё-таки, значит, вот такие вот движения, типа наших ленинградских, они не выплеснули эту борьбу, значит, в печать, в публичную сферу, не начали демонстрировать, устраивать митинги и так далее и тому подобное. Но всё равно, поскольку средствами массовой информации руководил предатель КПСС и Советского Союза Яковлев, значит, всё это всё равно прижималось, зажималось там и так далее. Хотя к тому времени мы, в общем, уже нашли свои способы, как, значит, бороться за коммунизм внутри КПСС и против фактических руководства КПСС. И, ну, о наших-то делах тут мы более-менее написали, ну, начинают вспоминать и Михаил Васильевич, и Виктор Аркадьевич, и я тут, значит, меня прижали, товарищи наши журналисты тоже из меня вытащили такой вот материал. И я-то думаю, что он действительно для молодёжи необходим. Почему? Потому что мы уже люди возрастные, нам тут осталось немного, а молодёжь этого не знает, всей этой борьбы. А она была, во-первых, широкой, во-вторых, довольно острой, и в-третьих, и в-главных, мне кажется, поучительной. Поучительной в каком смысле? В том смысле, что вот дойти до понимания человеку, который хочет понять какую-то любую вещь, дойти до понимания непросто. Для этого нужно дойти до понятия. И вот, казалось бы, мы, люди тогда, скажем, в 80-х годах уже грамотные, сами были кандидатами наук, докторами наук, но некоторых теперь для нас кажущихся простыми вещей не доходили. Скажем, советы те же. Мы-то привык, советская власть, советская власть, советы, совет, совет, советы. И сами выступали за советы, лекции читали, значит, за советы и про советы. Но простой их сущности, простого их понятия, значит, не усвоили. Получается, не усвоили. И только после того, как мы устроили общество научного коммунизма в Ленинграде, при нём клуб «За и против», и на него выступать приезжали люди из других городов, в том числе из Москвы. И приехал профессор, доктор экономических наук Алексей Сергеев. Он нам разъяснил, что такое советы. Что советы – это органы власти, формирующиеся на предприятиях. И от предприятий. И что они являются формой диктатуры пролетария. Что это форма? Неизбежно. Обязательно. И что если перевели, значит, выборы с предприятий на территорию, то корни, стало быть, советов отрезаны. Раз они отрезаны, растения начинают засыхать. И, конечно, это как-то тоже по-новому выстроило наше сознание. То есть все понятия теории от этого, от изменения понимания этого основания, они тоже изменились, они тоже уточнились. И тогда повели такую более осмысленную, более откровенную и в какой-то мере более эффективную работу. Почему? Потому что вот и работа Михаила Васильевича о противоречиях социализма, и вот эти вот разъяснения, которые мы для себя получили вот в этом клубе «За и против», они, конечно, повлияли на нас в том смысле, что мы стали зрелее относиться к этой борьбе. И в том числе, конечно, поднялись такие значительные серьезные силы на предприятиях, в том числе, скажем, тогда вот мы узнали о выдающихся организаторах Компартии на предприятиях на наших, как Виктор Рыкаевич, Россия, по-моему, у вас называлась, или как? Авангард. Авангард. Да. Терентьев. Терентьев был такой, я думаю, что товарищи помнят его еще, Юрий. Вот. То есть начали подключаться к этой борьбе мощные производственные силы. И в конце концов, когда был выдан лозунг о создании движения, значит, инициативное движение коммунистов России, вот тут уже, значит, борьба за коммунизм против антикоммунизма внутри КПСС, она уже приобрела такие очень осмысленные формы. И когда выдвинули тезис и положение о необходимости создания Коммунистической партии Российской Федерации, оно получило большое признание, движение, и, ну, буквально где-то за полгода оно выросло, родилось, Горбачев и Горбачевщины были вынуждены, значит, согласиться с созданием этой партии, попытались его возглавить, и мне кажется, они тут, конечно, преуспели. И большинство в руководстве этой партии, конечно, оказалось Горбачевским. Поэтому вот эта попытка созвать съезд по отзыву Горбачева, она не уничала с успехом. Почему? Потому что противоположная сторона, она торопилась нейтрализовать эту политику. И не случайно, кстати, мы же живем в дни, когда вспоминают ГКЧП, вот не случайно вот этот прохиндей и наемник ЦРУ Яковлев, он 16 августа написал заявление о выходе из КПСС и по почте отослал овцы, как КПСС. Представляете? Накануне, значит, это была пятница, значит, тут пока шло это заявление, в понедельник, 17-го, 19-го в понедельник письмо было ЦК, и он уже как бы был вне партии, он уже не член партии, он уже не связан ни с ГКЧП, ни с Горбачевым, там ни с кем, он свободный человек, он тут ни при чем. И это говорит о многом. Поэтому вот я думаю, что вот это исследование борьбы за коммунизм внутри КПСС и внутри СССР, значит, я думаю, что оно очень важно, оно неизбежно без этого не обойтись. Чтобы двигаться вперед, надо понимать, что произошло, что случилось, как это произошло, из чего это родилось. Поэтому я думаю, что это движение не случайно, что вот эти поднимаются люди, что они все напишут и, значит, все выяснят, покажут это народное движение. И я думаю, что вот это народное движение молодое, которое сейчас поднимается, я думаю, что оно получит хорошую идейную подпитку. Спасибо. Слово предоставляется Гавшину Борису Николаевичу, кандидату экономических наук. Тема доклада «Переход от двуполярного мира к однополярному». Подготовиться Галшовичу Рывановичу. Ну, товарищи, очень хорошо, что формат вот наших встреч и Красного университета, и вот здесь позволяет разобраться во всем происходящем. Что постигло нашу страну, что постигло социалистические страны. И вот я назвал свой доклад «Переход двухполярного мира к однополярному». Поскольку, если так рассматривать, то вот наша страна первая победила и была диктатура пролетариата. Казалось бы, к 30-му году, к середине 30-х годов мы построили социализм. Была подлинная социалистическая экономика, сталинская экономика, которая показывала гораздо большие успехи по темпам всех экономического роста, по всем другим показателям. И во время Великой Отечественной войны показал социализм превосходство над капитализмом. Несмотря на то, что мы были слабее, мы сумели и нарастить экономику, и промышленность, и в военно-промышленном комплексе, и победили. И вот где-то народ своими достижениями гордился и верил в партию. Но вот как уже сказал Александр Сергеевич, вот эта вера, может быть, уже не заострила то внимание, которое проходило на 22-м съезде в 1961 году. Когда диктатура пролетариата была уничтожена из программы, а была же задумка очень хорошая, что во власть выдвигали трудовые коллективы, не по территориям, а трудовые коллективы. И не только с правом, но и фактического отзыва. Плохо ведет, не так ведет, забирают, другого направляют. И это рабочие коллективы, трудовые коллективы. Сделали по территории, не заострили. И в результате пошел переходный период от социализма, более высокой общественно-экономической формации, к предыдущей, более архаичной капитализму, который продолжался 30 лет и в 1991-м закончился. Причем это шло по нарастанию. И вот как раз последние годы уже во времена Горбачева это очень интенсивно пошел переход, который закончился в окончательном варианте в 1991 году. И вот если посмотреть, какие же ценности уже были. А ценности уже были так, что капитализм показывал свое где-то по каким-то превосходствам, поскольку социалистическая экономика была уже перестроена частично на капиталистическую. И многие уже руководители уже смотрели, а как бы вообще извлечь прибыль из всего то, что происходит. И, например, когда уже подходили и ельциновские времена, и был хаос в этой перестройке, поскольку никто не понимал, куда и с чего мы перестраиваемся, никто не понимал, что это какая перестройка, и социализм будет капитализм, или что это можно перестроить. Понимания не было, и вот эта вера слепая, она вела весь народ, и рабочие не боролись ни за свою диктатуру пролетариата, ни за власть уже в крупном масштабе. Хотя, конечно, эпизоды были. Но если эпизоды были, они не носили такого массового характера, который мог бы нанести перелом. И вот такой Михаил Полторанин, который был член-кором газеты «Правда», главным рупором, потом уже Ельцин, наверное, назначил главным редактором «Комсомольской правды», потом он стал и вице-премьером страны, вот приезжает за две недели до июньского 90-го съезда РСФСР. И в Прагу уже все и социалистические страны уже смотрели, как бы вообще пришел бы нужный человек, чтобы в окончательном варианте и была прозвучна и капиталистическая власть, и контрреволюция, и, соответственно, диктатура уже буржуазии. И был разговор, кто же будет у вас и кого изберут Верховным Советом РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на то. Вот он высказал, что, вы знаете, маловато шансов, поскольку называли Ельцина, маловато шансов у Ельцина, поскольку 86% – это коммунисты, партийно-хозяйственный аппарат, вот такой расклад. Демократическая Россия – блок, но там разные люди тоже, поэтому если он не пойдет на закулисные переговоры, не пообещает, если он придет к власти какие-то должности кому-то, ну, шансов маловато. По возвращению в Москву это доложили, результаты переговоров к Ельцину. Ельцин посмотрел косо, говорит, да, не верите вы в меня. Ну, и потом уже за два дня все болели как бы за Россию. В гостиницу «Россия» приезжает. Герик, Михник, Лех Валенсик, кто создал солидарность в Польше. И вот гостиницы «Россия» – встреча. Ну, и там уже раскладок, что под Ельциной идет большая работа, и уже тот же, те же вот эти Михники, Лех и Валенсик говорят, вы знаете, большая политика идет за сценой. Все, а на сцену уже выходить надо с готовым решением. И все, шла подготовка уже, чтобы Ельцин был у руля и возглавил Верховный Совет РСФСР. Почему устраивал Ельцин? Потому что вот шло к тому, что если он будет, то ему надо номинальная власть. Его не очень интересует движение и накопление. А все окружение уже шло в этом направлении. Ну, и вот особенно в Горбачевское время мы через биржи и другие формы стали вывозить золото. Причем сколачивали ящики кое-какие, самолеты, аэрофлоты, подсидения. И кому было поручено? Было поручено, это кто в посольствах работал, кто в МИДе работал в разных, а это тысячи людей, и в разные страны вывозили. Эти ящики бывало часто и пропадали, спрашивали, а где же золото? Где-нибудь в Цюрихе разбираются, скандал. Ну, потом списывали, что нет хороших отлаженных поставок золота за рубеж, и много золота не только попадало в бюджет СССР, а много и утекало. Существовала теневая экономика? Конечно, существовала теневая экономика. И этим пользовались. Причем в народе уже даже, вот на таких мы знаем, на патриотических, как Исаев, Стерлиц, мы Зорги, мы вот воспитаны, даже вот коллеги из первого главка, это политическая разведка, внешняя разведка, было поручено тоже этим заниматься. И у них же тоже свой менталитет. Многие, как их тогда называли капиталисты, поскольку многие в капиталистических странах, это считалось более высокий уровень. И вот эти капиталисты, где дети их учились? Учились в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне, в других городах, уже в головах, и у детей, да и у них вот уже вот чувство патриотизма, того с рабочим классом связь уже не было. Было уже так, что эта ниша тоже неплохая, и в результате, поскольку этим занимались, тоже достаточно много обогатились. И такой Ульянов, который возглавлял золотой главк на Кузнецком мосту, он вообще в 90-е годы не с пустым рюкзаком сбежал в Америку и создал там большую коммерческую компанию и многие другие. То есть их уже тоже не устраивало. Вот с мощным БХСС, борьба с хищением социалистической собственности, их не устраивало, что вот уже накопление есть, ни детям не отпишешь, ни виллу не построишь, вот эта уравниловка, и уже тоже даже на таком уровне не устраивал вот этот общественно-экономический строй с этой уравниловкой. Поэтому это тоже настроения были, но они влиятельные люди. И Ельцин, когда входил в власть, а до власти надо же какой-то, он же из Свердловска приехал, еще отношений не было, стал заниматься теннисом большим. Большой теннис, его надо было тренировать. Вот симпатичная девчушка, вот как вы у нас единственная, начала тренировать. Но она дочь влиятельного из КГБ, руководителя. Таким образом, вот, она говорит, хотите, я с отцом познакомлю. Познакомила с отцом, тот с другими. И вот это влияние на Ельцина тоже устраивало. Поскольку он стремился к власти, никакой там диктатуры пролетариата уже и в голове не было. А этим надо было сохранить свои накопления, свой капитал. Поэтому, конечно, вот это очень устраивал. И тоже везде, даже с такими рычагами влияли. И в результате, конечно, когда уже Ельцин пришел к власти, мы стали пожинать те плоды, которые мы получили. Причем, вот если взять нашу в целом номенклатуру, то Горбачев, конечно, его всячески обрабатывали, все его окружение сдавало. Мы знаем, что больше территории Франции отдали в районе Дальнего Востока и шельфы, и 200-километровые линии, больше Франции в районе Берингового пролива отдали. За какие это интересы? Для того, чтобы потом получить и назначение, поскольку уже Запад влиял вовсю, и были везде и советники, и официальные, и неофициальные. И это, если капитализм, всеобщее товарное производство, то есть все товар, а под товар, и должности, и тоже товар, как на рассматривать, и эти должности уже тоже без денег не купишь. И в результате вот это все шло. Поэтому и Шеварнадзе, который министр иностранных дел был, вот это сдавал, и РСФСР уже и коммунисты не влияли, да и это и не было особой огласки. А в 88-м году вот произошло событие, которое тоже не было особой огласки, открывается организация «Днайбрид» в Москве. И это такая масонская организация, ну туда могут вступить все, не обязательно не масоны, им до простых евреев, это как удаву до кролика. Поэтому в эту организацию «Днайбрид» многие уже и наши политики, они финансировали, финансировали по теневому, и в капиталистическом мире без «Днайбрид», но мало где установлены во Франции, в Америке, везде, чтобы пойти на первые роли, надо получить согласие и, соответственно, финансировать «Днайбрид». И вот в 88-м году открывают… Сколько еще можно? Все. Все. Дорогие друзья, поэтому изучайте противоречия социализму, которые тогда еще не было, и рабочий не мог изучать сейчас научные работы, и Михаила Васильевича Попова, и «Диалектика капитализма», и «Социализма» Смирнова Попова, и «Народная правда» борется уже более 30 лет. «Да здравствует диктатура пролетариата, будущее, будущий более высокой общественно-экономической струй пролетарии бывших наших социалистических братских стран. Соединяйтесь. Спасибо». Слово для заклада предоставляется Галкову Виктору Ивановичу, кандидату экономических наук. «Ленинизм и ревизионизм. Актуальные вопросы». Подготовиться к Кюркину Виктору Аркадьевичу. «Оважаемые товарищи, начну я вроде как с известных положений. Мы живем при капитализме. При капитализме есть два класса, основных классов, противоположными интересами, это рабочий класс, буржуазия. Соответственно, есть теории, которые выражают коренные классовые интересы. Теория марксизма, теория рабочего класса является марксизм. Ну и на противоположном полюсе различные разномастные буржуазные теории. Но есть еще одно явление общественной, политической жизни, которое получило название в истории ревизионизм. Вот в чем его такая особенность, характерные черты. Ревизионисты – это те, кто якобы признает на словах определенные положения марксизма, но на деле заменяют их буржуазными воззрениями. То есть, иначе говоря, ревизионизм – это течение внутри марксизма, но противоположный марксизм. Вот какая заковыка, так сказать, особенность и сложность. Вот когда появился ревизионизм? Можно предположить, как только появился марксизм, тут же появился ревизионизм. Попытки марксизм, скажем так, подменить буржуазными воззрениями. Но если вспомним историю, скажем, нашей России, еще не было большевистской партии, еще марксизм только укоренялся на нашей русской земле, а ревизионизм тут, как тут. Вот Ленин народничество называл русской разновидностью ревизионизма. У ревизионизма много оттенков, направлений, нюансов, разновидностей, но, повторяю, их объединяет одно – это попытка внутри марксизма подменить коренные основополагающие положения марксизма буржуазными взглядами, буржуазными позициями. Ну, как полагается, мы должны, так сказать, увидеть и найти классовые корни, откуда вот растет этот ревизионизм. Ну, во-первых, помимо рабочего класса и класса буржуазии есть мелкая буржуазия. Ведь положение, объективное положение производства мелкой буржуазии двойственное. С одной стороны они трудящиеся, а с другой стороны – собственники. И вот в этом противоречии постоянно находится мелкая буржуазия. Она сегодня одной, так сказать, ногой, так сказать, поворачивается лицом к рабочему классу, а завтра тут же от него отвернулась и встала на позиции буржуазии. Это первая класса основы. Второе. При капитализме есть интеллигенция, как особый слой буржуазного общества. И Ленин давал такую яркую характеристику положения интеллигенции, что в общем и целом она характеризуется, повторяю, в условиях капитализма. Это иниудализмом, и неспособностью к дисциплине и организации. И в этом ее отличие от ральтариата. И в этом во многом объясняется интеллигентская дряблость и ее постоянная неустойчивость. И вот свойством интеллигенции является то, что она по условиям своей жизни, по условиям работы, по условиям своего существования, она во многом близка к мелкой буржуазии. И вот в этом во многом объясняется то, что у интеллигенции у значительной части, повторяю, за редким исключением, ее постоянная тяга к мелкой буржуазности и буржуазным взглядам. И третье. Назвозьмем рабочий класс. Ведь он не отделяется каменной стеной от буржуазии. В каком обществе он находится? Буржуазном. А как мы знаем, общественное бытие порождает или определяет общественное сознание. Если у нас бытие общественное и капиталистическое, то общественное сознание тоже в массе своей буржуазное. И вот это буржуазное сознание постоянно проникает в рабочий класс. Постоянно порождает соответствующие взгляды, ну и соответствующие концепции, позиции. И особенно эта проблема обостряется в эпоху империализма. То есть ту эпоху, когда у нас, во-первых, не просто капиталисты существуют, а крупные, крупнейшие, они получают не просто прибыли, а сверхприбыли. И начинают части этих сверхприбылей делиться. Делиться в так называемой рабочей аристократии. С частью верхушки рабочей. И у которой становится на буржуазной позиции. И начинают выполнять внутри рабочего движения, внутри коммунистического движения. Функции какие? Защитой буржуазного строя. Быть проводником буржуазного влияния на рабочий класс. Таким образом, ревизионизм под разными соусами, под разными видами, под видом развития, улучшения марксизма протаскивает буржуазный взгляд. И Ленин на протяжении всей своей жизни боролся с проявлениями ревизионизма. Вопросов, вот все основные, коренные вопросы, основные положения марксизма, они подвергались нападкам института со стороны ревизионистов. Время у нас ограничено, понятное дело, выступление. Поэтому остановимся на одной ключевом вопросе. Главном вопросе класса и борьбы пролетариата это положение о диктатуре пролетариата. Но вот наиболее яркая дискуссия, это была дискуссия с Кауцким. И один из лидеров второго интернационала, который написал целую работу, называется под названием «Диктатура пролетариата». Ну, на что Ленин ответил работы «Диктатура пролетариата» и «Ренегат Кауцкий». Ренегат, ну то есть предатель, отступник, бывший вроде как марксистом, но потом предал его, стал на буржуазные позиции. В чем здесь хитрость вот этих ревизионистов? То есть вроде они слава признают и классовую борьбу, и диктатуру пролетариата. Но на деле обставляют такими условиями, при которых диктатура пролетариата никогда не будет. В общем, их хитрость, особенность и сложность, скажем, разоблачения. Потому что одно дело, буржуазия, вот она где-то там, за пределами дома музея Ульяновых, вот их апологеты, как говорится, явно открыто столкновение. А здесь вроде внутри марксизма, вроде как свои. Но на деле являются проводники буржуазной политики. Идем дальше. А как быть при социализме? Ведь у нас классовых основ, вроде бы, на первый взгляд, ревизионизма нет. Буржуазии нет. Ну, возьмем уже период, когда социализм построен, победил. Конец 50-х, начало 60-х годов в СССР. Буржуазии нет. Меткой буржуазии тоже нет. У нас колхозное крестьянство. Интеллигенция у нас вся сплошняком социалистическая. Рабочий класс, как тогда писали, у нас единый, монолитный, сплоченный. Ну, вот она единая стена, да, монолитная. Все должно, нехорошее, так сказать, явление буржуазное, разбиваться, откатываться от этой стены. Однако нет, не так все просто. Вот этих классовых корней нет. Но что есть при социализме? Есть такое явление, которое называется мелкобуржуазностью. Это такая линия поведения всех членов социалистического общества, которая заключается в противоположности линии на приоритет общественных интересов. И она объективно обусловлена тем, что социализм – это коммунизм первой фазы. То есть не такой чистенький, хороший строй, а тот строй, который еще вышел из недр предыдущего капиталистического строя и во всех своих отношениях, и в экономическом, и в нравственном, и устном несет остатки отпечатки этого строя, из которого он вышел. То есть внутри социализма, который является коммунизмом в своей основе, есть отрицание этого коммунизма в нем самом. И оно порождает негативные тенденции везде. В экономике, пожалуйста, товарность. В бесклассном обществе есть остатки еще не уничтоженной классового различия. Стихийность, планомерно организованность и так далее, и тому подобное. Соответственно, вот это, будем считать, по сути, классовая основа является питательной средой для ревизионизма. И что мы видим? Ну, если мы говорим о противоречиях, там две стороны. Соответственно, идет борьба этих сторон. Есть позитивная тенденция и негативная. И позитивная тенденция, она автоматически ведь не приведет к победе, переходу в полный коммунизм. Социализм будет перерасать в полный коммунизм только тогда, когда эта позитивная тенденция будет перебарывать негативно. А если с ней не бороться, то негативная тенденция, она же объективная, имеет объективные классовые корни, экономические корни, она будет постоянно разрастать. Это приблизительно, так сказать, образно, можно сказать, здоровому организму, вот раковая опухоль. Функция какая у этой раковой опухоль? Уничтожит, уничтожит здоровые клетки, это уничтожит организм. Поэтому, что произошло? Если мы будем рассматривать противоречия между бесклассовой природой социализма и еще остатками уничтоженных классовых различий, то оно разрешается по линии позитивной тенденции путем борьбы рабочего класса за приоритет общественных интересов под руководством коммунистической партии. То есть коммунистическая партия это стержень, основное звено, на котором стоит и которое, так сказать, должно вести, по сути, вперед. И что произошло в начале 60-х годов на известном съезде, где была принята третья программа партии? А то, что ревизионисты, взявшие верх внутри КПСС, они подвергли ревизии основной документ коммунистической партии, программу партии. То есть все положения, основные положения, которые характеризуют ее как коммунистическую, были подвергнуты ревизии. Прежде всего, положение диктатуры пролетариатов. А уже, как говорится, детали под каким соусом, под какой формой. Ну, Хрючев заявил там с трибуны съезда, и в тексте программы есть, что диктатура пролетариата, это все хорошо, это все правильно, но она выполнила свою роль. Спасибо. До свидания. Теперь будет общенародное государство. А мы знаем, может быть, либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Что и получили. Ну, соответственно, если продолжить, была подвергнута ревизии цель социалистического производства, классовый характер коммунистической партии, как партии рабочего класса, и многое-многое другое. Что сегодня. Ну, сегодня мы имеем, да, ну и после того, когда программа партии была подвергнута коренному пересмотру, то есть ревизии, а партия же была руководящей направляющей силой, то есть все, был сделан разворот и дан зеленый свет буржуазной реставрации, которая произошла у нас и в ряде других социалистических странах. Что сегодня. Ну, сегодня мы вернулись, вот если брать классовый, сказать, состав общества, классовую структуру, к тому, что было еще и при Лене, и раньше, так и два основных класса с противоположными интересами. На одном поле есть рабочий класс, на другом буржуазия, который эксплуатирует рабочий класс. Есть мелкая буржуазия, есть интеллигенция, то есть классовые корни, да, и рабочий класс ведет борьбу за реализацию своей цели, построение социализма, установление диктатуры пролетариата. Есть партии, которые заявляют, что они выражают интересы рабочего класса. У нас этих партий, левых, коммунистических, очень-очень много. Но мы же должны понимать, что есть классовые корни, такое явление, как ревизионизм, он никуда не делся. Поэтому я, так сказать, уже заканчиваю. Вот если мы посмотрим программный документ этих партий, коммунистических, левых, я могу сказать, только в программе двух партий четко, однозначно сказано о диктатуре пролетариата, о советах, как о организационной форме диктатуры пролетариата. Это рабочая партия России и российская коммунистическая рабочая партия. Что касается других, возьмем только одну партию. КПРФ, вроде как по численности она самая большая у нас. Называется коммунистическая партия Российской Федерации. Да, скользь упомянули в своей программе о диктатуре пролетариата. А ведь раньше не было. Более того, они провели дискуссию, интересная дискуссия, вроде как они разглашают себя наследниками Ленина, а у Ленина положение диктатуры пролетариата красной нитью проходит, через все его творчество и деятельность. А у них вроде нет. Ну, надо бы включить положение диктатуры пролетариата. Ну, во-первых, сделали только на переходный период, но даже не в этом дело. Но ведь как они ее ревизовали? Подвергли ревизии. Потому что они под пролетариатом понимают всех наемных работников. Всех. То есть сюда всех погнали. И рабочих, и интеллигенцию, и ученых, и сферу услуг, и многих, многих, многих. То есть это что получается? Это получается та же ревизия, которая, скажем, была совершена Хрущевым, хрущевцами в те годы, но под новым соусом. Если Хрущев говорил, нет, спасибо, диктатура пролетариата выполнила свою функцию, будет общенародное государство. Эти несколько по-другому говорят. Нет, да, положение диктатуры пролетариата мы указываем. Но обставлять такими словами, что это никакая диктатура пролетариата им никогда не будет. Заканчивая, вот на пути к реализации своей цели рабочему классу, трудящемуся, надо многое сделать, много условий надо создать и реализовать. И одно из них, и одно из них, это постоянная, упорная, бескомпромиссная борьба с ревизионизмом, то есть течением внутри марксизма, противоположным марксизмом. Ну вот я приведу, закончившую выступление, ленинской мыслью из его работы, диктатура пролетариата и ренегат Кауцкий. Рабочий класс не может осуществить своей всемирной исторической цели, не ведя беспощадной войны с этим ренегатством, без характерности, прислужничеством оппортунизму и беспримерным теоретическим опошлением марксизма. Спасибо. Спасибо. Уже отмечали, я думаю, что это действительно символично, да, что вот в эти дни исполняется 30 лет со дня событий под названием ГКЧП. То есть это вот тот переворот, после которого стали открыто говорить, значит, власть имущая, что капитализм, что, значит, неудачный был эксперимент социализм. После этого Борис Николаевич даже доложил в американском конгрессе, что с идолом капитализма покончено навсегда. И, так сказать, я уполномочен об этом сообщить Америке. Поэтому, конечно, самое время обменяться мнению и подумать, а как это произошло. А вот что проанализировать? Потому что на ошибках учатся. Другого нет пути у человечества вообще-то, да. Если нас, вот особенно ветеранов движения, спрашивают, значит, почему социализм в СССР потерпел временное поражение, СССР развалился, то мы еще вот в те годы выработали такую простую формулу. Потому что советская власть уже не была советской, а КПСС не была коммунистической партией. Вот если квинтэссенция, коротко. Отсюда что можно? Сразу вывод какой сделать? Ну, раз так произошло, раз получили поражение временное, но то абсолютно точно установленный факт, практика теперь, что классовая борьба при социализме никуда не исчезает. Она идет, идет. И мы знаем высказание Владимира Ильича, помните, что сравнительно легко победить крупные буржуазии, там прогнать помещиков и прочее, прочее. И гораздо труднее победить вот эту самую стихию мелкобуржуазности, стихию привычек себе, мое там. Много сложнее. И жизнь нам показала. Поэтому классовая борьба при социализме, это борьба особого рода. Вот это очень важно. И Виктор Иванович, так сказать, старался нам на это обратить внимание. Действительно. Потому что это не просто борьба с классовым противником. Не просто борьба с носителем буржуазных идеологий, там, и прочее. Это форма борьбы, вот эти тенденции. И эта форма, она протекает внутри общества, и внутри самого класса, рабочего класса. И внутри партии, которая может считать себя и рабочей, и коммунистической. И внутри каждого человека, в голове, в голове, в сознании. Вот мы с вами тоже имеем вот эти две тенденции в разной степени, там, накачанной у каждого. Поэтому, значит, интереснейший и сложнейший этот вопрос классового борьба при социализме, конечно, прежде всего, опыт СССР главное здесь. Потому что все там другие страны, они уже производные социалистически, в той или иной степени. В том числе и современный Китай тоже надо оценивать, исходя из опыта советского, прежде всего. Значит, мы с вами знаем, и на прошлом вот здесь конференции установили, что, значит, главное в марксизме диктатура пролетариата, главный вопрос любой революции, вопрос о власти, Октябрьская революция, революция, победившая диктатура пролетариата. Установили советы, организационную форму диктатуры пролетариата, да? И у Владимира Ильича вот есть, не раз встречаются слова замечательные, которые говорят, что советская власть, это не просто власть для трудящихся. Это власть самих трудящихся. Вот эта маленькая такая, что ли, смычка или формула, она, мне так думается, имеет огромный-огромадный смысл. Философский там, и интеллектический, и какой угодно. И вот соотношение этих двух вещей для трудящихся, и самих трудящихся, да? Вот в этом соотношении, значит, проявляется и борьба вот этих тенденций, и различные уклоны вправо, слева, и достижения, и прочее. Какая часть важнее, вот интересно, для трудящихся или самих трудящихся? Ну, для трудящихся вообще, вот так, если бы в простом называться, оно вроде неплохо, и хорошо, и мы примеры знаем. И вообще-то, честно говоря, диктатура пролетариата может вообще реализовываться и в виде диктатуры партии, и в виде диктатуры вождя, так? Ну, и для трудящихся будет делаться все это дело. И обещалкиных много. У нас вон, Геннадий Андреевич, то и дело рождает очередную программу. Правительство народное доверие для трудящихся. 10 шагов, 12, 20 шагов. Ну, вроде, но, как показала практика, как говорит наша с вами наука, и мы приходим все к этому выводу, что ли, что слова вот старого гимна, они, ну, гениальны, они огромный смысл несут, что только собственной рукой можно добиться освобождения. Поэтому, конечно, вот центр тяжести, наверное, или должно быть, лежит на том, что самих трудящихся оно. И советы, вот эту функцию, выполняли, значит, с самого рождения, безусловно. Мы помним, и я тут рассказывал, как советы, да, первый совет в Иваново возникал. Митингуют, Талко там, 70 тысяч бастующих в одном Иваново. Как они, ни усилители, ни микрофонов, ни разбились на кружки. Эти кружки оказались по фабрикам, заводам, меланжевый комбинат там, комвольный. Между ними ораторы ходят, хороших на руках несут, плохих в шею гонят там. И от каждого кружка выбрали своего депутата по количеству. И оказался первый совет рабочих депутатов. Вроде спонтанно, а он отражал производственную структуру. Производственную. И опирался на организованность людей в процессе труда. Вот этот материальный фактор, опора диктатуры пролетариата на организованность людей в процессе труда. Вот это важнейшее понятие, которое нам надо понимать, пропагандировать, дальше нести. Потому что отсюда все растет. И фабриканты, и заводчики сразу были готовы к переговорам. Сразу, они не глупые ребята. Там, видишь, Бурелин писал. Забастовка дошла до того, что я сегодня сам чай себе заваривал. Не было бы. И сразу выдвинули тезис. Все со всеми. Готовы говорить. Не все со всеми. Каждый заводчик со своим депутатом. А рабочие держались формулы все, все, все со всеми. Потому что понимали, как только разобьют. Одного обманут, другого уговорят, третьему выполнят. Все. Развалилось. Силы нет. Этого нет. Поэтому вот Советы, они эту свою главную функцию, использование преимущества трудящихся, главная организованность в осуществлении властных полномочий, вот они должны выполнять, призваны были выполнять. И поэтому они явились адекватной формой для реализации диктатуры пролетариата. И здесь еще один момент, я бы думаю, нам надо заметить. Вот эта часть сами. У Ленина есть выражение вообще, что Советы это не есть форма самоуправления пролетариата и не самоуправление вообще, а отряд для ведения борьбы особого рода. Но я думаю, это совсем не значит, что Советы не выполняют функции самоуправления. Первый совет организовал тогда дружину, управление, типографию, кассовую взаимопомощь, адвокатская контора у него была там и прочее, прочее. Это я к тому, что дальше одной из, наверное, ошибок без адекватной формы какой-то другой, значит, было упразднение так называемых фаб-завкомов, которые были. Потому что люди должны участвовать в управлении постоянно и на всех уровнях. И это как раз есть то требование, которое Ильич выдвигал. Учить, привлекать всех поголовно, всю бедноту и весь пролетариат к этому делал. Поэтому вот это один из моментов, когда, так сказать, было утрачено такое, одно из основных качеств, когда это было осуществлено. Еще, еще более, уже нами изученный здесь освещался вопрос, конечно, это уход от программы партии. Отказ от производственных округов, когда первой ячейкой государственного строительства являлся фабрика, завод, коллектив. И при этом, заметьте, отказались и от преимуществ рабочего класса в голосах. Это ведь тоже чрезвычайно важно, понимаешь? То есть, и все больше увеличивалась роль бюрократических элементов, номенклатуры партийной и прочее, прочее по этим делам. Рабочие, вот за счет этого, что партия вроде выполняла функцию, неплохо выполняла, но все больше рабочий класс превращался в роль представительства. Вот в президиуме, вот в орден вручить, вот на портрете, вот там подтвердить что-то. Это сложный вопрос. И еще одно соображение, значит, я так сокращаю, потому что интересно просто. Я думаю, что очень существенное такое есть противоречие между горячим желанием, да, горячим желанием и знанием как? Знанием теории и прочее, прочее. Вот тот самый момент, который мы уже здесь освещали. Отказ от диктатуры пролетариата, ведь его осуществляли в массе своей, поддержали в том числе делегаты там съезда и в партию спокойно. Не потому, что уже были готовые враги, ренегаты созревшие, ревизионисты, так сказать, там сознательные, а от горячего желания тоже. Ну вот, обстановка. Войну выиграли, да? Какого гада сломили, растоптали, так сказать, гидрую, боевую самую империализма, блога и красный флаг у нас. Это же всенародная победа. Значит, у нас весь народ един. Теперь-то мы уже это знаем. И вот на этом подъеме, ну раз этот единый народ, значит, мы уже единая общность советская, значит, и вот от этого двигается и идет. И честные, честные люди, да, преданные, верующие, отказываются, отходят. Многие просто не владеют, не знают, не думали над этим вопросом. В теорию этого дела не углублялись. Я встречал еще один раз, из личного опыта, интересный такой вопрос, ну случайно, когда был депутатом Госдумы, довелось мне беседовать с Угачаевсом. Значит, вот он рассказывает, как он стал социалистом. Бунтарь, полковник, участвовал в заговоре, сел в тюрьму, амнистирован, выпустили, его уговорили участвовать в выборах президента. Ну, что, надо, так надо, давай, вперед. Выбрали президента. Тут же его снова арестовали в тюрьму, а у них по закону в должность вступаешь там через несколько месяцев. Сидит в тюрьме, не привыкает, на улицах волнение поднимается, вынуждены были выпустить. И вот он вышел на улицу, я, говорит, вижу море, море людей, миллионы. И тут мне стало страшно. Не потому, что меня там убить могут, застрелить, я готов, я военный человек. Мне страшно другое. Эти люди смотрят на меня, и они верят, что я смогу что-то сделать для них. А я, я ведь ни хрена не знаю, как. Не знаю, я бунтарь. После этого его знаменитая поездка на Кубу, еще до вступления в должность, значит, встреча в ЦК, беседы несколько недель. С Кубу он вернулся уже социалистом. Не коммунистом, но все-таки с какими-то ориентированными пониманиями, как, чего, куда. Это я пример для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность, конечно, отношения к нашему делу, к революции, как к науке. Чем мы сегодня и занимаемся, и других, значит, будем призывать, учить. В том числе с помощью каналов наших в интернете и так далее. Очень интересные противоречия, вот эти тенденции, борьбу этих противоречий можно наблюдать в истории партии, в том числе, и в сравнении с сегодняшним в нем. Вспомните, как недавно, уже не первый раз, президент Путин заявляет о том, что большевики и Ленин там атомную бомбу заложили под Советский Союз со своей теорией вот этой федерации свободной. И вспомните письмо Владимира Ильича рабочим на Украину, да, в самые трудные дни гражданской войны, который пишет, что у нас в партии тоже разные точки зрения на то, как может дальше быть устроено. То ли Украина входит в Россию, то ли будет самостоятельная, так сказать, и то ли какая-то федерация у нас будет. Это дело второстепенной и трестепенной важности. Главный общий вопрос, чтобы мы дали отпор сегодняшнему классовому врагу. Деникиным и немцы там уже, да, на Украине были. Вот в чем главное. Если нас сомнут, сожмут, тогда уже нечего и разговаривать там как. А это решим потом, после победы решит украинский рабочий класс, российский рабочий класс. Найдем, как-то сказать, трудящимся. Между собой делить нечего. Они найдут форму существования. Поэтому вот этот принцип и борьба вот этих тенденций, конечно, в том числе и тогда, и сегодня, чрезвычайно важна. Регламент я заканчиваю. Чрезвычайно важно, конечно, учитывать ситуацию. Она же разная. Мой дед, член партии, не дед, вдвоюродный, наверное, дед, брат, бабки, в Шлиссенбургском уезде был первым председателем совета. Рабочих депутатов. Николай Чикалов. С 14-го года член партии. 13 человек детей было в семье. Он старший, так? Там 6 или 7 пар сапог. Не у каждого было. Я к тому, что если бы они глянули на нас сегодняшних, да, они бы сказали, так вы вроде всего уже достигли. Вот по уровню потребления и по тому, чего есть. Ну, не в этом, наверное, главное. Понимаешь? Поэтому роль субъективного фактора, она будет возрастать. И мы должны понимать, что мы строим не просто экономику, общественное там производство, проценты, материальное обеспечение. Мы строим отношения между людьми. Вот этот, и поэтому вот эта формула обеспечения полного развития каждого там и всех вместе, она, значит, главная для нас в пропаганде во всех этих делах. Ну, и поскольку такой день, 30 лет всех этих дел, то, напомню, на одном из памятников Ленину в Германии, не Ленину, как Марксу Ленкесу в Германии, немецкие рабочие написали. Ничего, в следующий раз получится лучше. Вот, и мы должны быть оптимисты. Слово предоставляется Дегтярёву Денису Борисовичу, кандидат Министерства, тема выступления Конституция СССР 1907 года как торжество ревизионизма. Подготовиться товарищу Удовиченко. Работает без перерыва, да? Конечно. Уважаемые товарищи, Третья Конституция СССР была принята Верховным Советом СССР 7 октября 1977 года. Однако идея внесения изменений в основной закон, а затем и разработки новой Конституции, появилась уже в середине 50-х годов. Разработка Конституции была начата в 1962 году, когда рабочая группа под руководством Ильичёва подготовила предложение разработки новой Конституции СССР, ее структуре и содержании. Вопрос о необходимости принятия Конституции, новой Конституции тесно увязан с разворотом в идеологических установках высшего партийного руководства и принятием Третьей Программы Коммунистической Партии Советского Союза. На 21-м съезде КПСС в 1959 году Хрущев говорил о внесении изменений в действующий основной закон, а уже на 22-м съезде в 1961 году в отчетном докладе ЦК КПСС прозвучал вывод о необходимости принятия новой Конституции. Теоретическую основу составили следующее положение, определявшее на взгляд партийного руководства стадию социализма и перспективы развития нашей страны. Какие эти тезисы? Это тезис о полной и окончательной победе социализма, о вступлении страны в период развернутого непосредственного строительства коммунизма, исчерпании функций диктатуры пролетариата, общенародном характере советского государства, перерастании советской государственности в общественное самоуправление по мере продвижения коммунизма. Эти положения нашли свое отражение в проекте Конституции 1964 года. Там было два проекта, называемый «Летний и осенний», которые не были приняты по понятным причинам. Осенью 1964 года Хрущев был смещен со своего поста. Что произошло с теоретическими положениями и, соответственно, с теми положениями Конституции 1964 года, которые были связаны с разработкой и принятием ревизованной программы коммунистической партии? Например, исчерпание функций диктатуры пролетариата. Мы знаем, что это прямая ревизия марксизма. И, соответственно, если в проекте 1964 года диктатура пролетариата еще упоминалась, то есть говорилось о том, что общенародное государство сложилось в результате развития диктатуры пролетариата, то в тексте Конституции 1977 года уже никаких упоминаний о диктатуре пролетариата мы не находим. Общенародный характер советского государства этот тезис перекочевал из третьей программы КПСС в хрущевский проект Конституции и в дальнейшем перешел, собственно говоря, и в проект, и в окончательный вариант Конституции 1977 года. Ряд положений проекта Конституции 1964 года, скажем так, основывался на фантазиях некоторых, на необоснованном оптимизме, на волюнтаристском подходе, который был характерен для Хрущева, например, тезис о том, что в течение 20 лет в ближайших будет построен полный коммунизм. Соответственно, в проекте 1964 года также содержались сведения о том, что строится полный коммунизм, но по понятным причинам в Конституции 1977 года этих тезисов уже не оказалось. Было ли рациональное зерно в проекте Конституции 1964 года? Да, было. Знакомство с этим проектом говорит о том, что была сделана попытка вернуть Советам народных депутатов функцию исполнительной власти, то есть снова объединить в одних органах законодательную и исполнительную власть, что было сделано, вернее, разделение которых произошло при принятии Конституции 1936 года. Но мы видим из окончательного текста Конституции 1977 года, что этот тезис был вычеркан. Также не попало в окончательный вариант Конституции положение о так называемых народных собраниях, которые должны были наряду с органами советской власти также выполнять функции прямого народовластия. Кстати сказать, термин народовластия, который сейчас широко использует КПРФ, как раз имеет своим происхождением теоретические разработки и проект Конституции Хрущева 1964 года издания. Вот эти, так сказать, пункты, которые расширяли участие трудящихся в государственном управлении, они в Конституцию 1977 года не попали. Надо сказать, что в Конституции 1977 года вместо положения о переходе к непосредственному строительству коммунизма было выдвинуто положение о построении в СССР так называемого «зрелого социализма», которое противоречит понятию социализма как первой фазы коммунизма, то есть неполного, незрелого коммунизма. Это более отвечало политическим и экономическим условиям в тот момент в Советском Союзе по сравнению с перспективой построения коммунизма в ближайшее время, но, по сути дела, также являлась ревизией марксизма. Общенародный характер государства, который сегодня рассматривался и многократно мы уже обсуждали, не являлся каким-то случайным моментом. На самом деле, над обоснованием этого общенародного характера государства, как результат развития диктатуры пролетариата, трудилось достаточно много теоретиков в области права и, соответственно, на самом деле проводилась достаточно массивная информационная кампания по тому, чтобы внедрить вот эту идею в умы трудящихся. Это не прозвучало как что-то неожиданное в третьей программе партии и, соответственно, в проекте Конституции. И на тот момент действительно это казалось логичным, поскольку государство при наступлении полного коммунизма должно отмирать, соответственно, все функции государства, которые касаются управления обществом, они должны переходить непосредственно к обществу. В то же время, последующее развитие событий показало, что в этом тезисе, вернее, те, кто выдвигал тезис о общенародном государстве, они, в общем-то, лукавили, они прекрасно понимали, что никакого общенародного государства нет и быть не может. И мы знаем, что Владимир Ленин в своей работе «Государство и революция» привел цитаты из Маркса, из Энгельса, и сам, так сказать, эту тему развил о том, что государство – это понятие классовое, и народное государство, или общенародное, как его называют со времен Хрущева, есть не что иное, как прикрытие диктатуры буржуазии. Соответственно, вместе с тезисом об отказе от диктатуры пролетариата, общенародное государство как раз и знаменует, если не окончательное наступление диктатуры буржуазии, то, по крайней мере, является серьезной заявкой на восстановление такого господства. Общенародный характер государства сохранился и в окончательном варианте Конституции 1977, статье 1. В статье 15 была указана цель общественного производства при социализме в точном соответствии с ревизованной партийной программой «Наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей». То есть тезис о свободном всестороннем развитии, он также был из цели общественного производства выкинут. Хотя, надо сказать, что по тексту Конституции положение о необходимости развития людей, оно все-таки появляется. Конституция 1907 года продолжила тенденцию к укреплению параллентаризма. Сохранилась система прямых выборов по избирательным округам. Голосование было закрытым, тайным, и выборы, соответственно, были прямыми. Возврата к производственному принципу формирования советов не произошло, и попытки такой не предпринималось ни в проекте Конституции 1964 года, ни в окончательном варианте. Также в окончательный вариант не вошло разделение властей на законодательную и исполнительную, попытка устранить которой была сделана в проекте Конституции 1964 года. В замену действительного участия граждан в деле государственного управления, который только и может осуществляться при выборах по производственным округам, в Конституцию 1977 года были включены широко декларируемые и так называемые права человека. Называем права человека. Вместе с тем, надо сказать, что право на отдых, которое гарантировало советским людям статья 118 Конституции СССР 1936 года, это сокращение рабочего дня для большинства рабочих до 7 часов Конституции 1977 года, было подменено ограничением продолжительности рабочей недели до 41 часа, что создало предпосылки для удлинения рабочего дня вначале до 8 часов при переходе на 5-дневную рабочую неделю, а после реставрации капитализма, как мы сейчас видим, до 10-12 часов и более. Вместо Института пролетарской демократии, который представляет из себя советы, избираемые по производственным округам, была введена статья 5, провозгласившаяся, что наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародные обсуждения, а также ставятся на всенародное голосование, референдум. Мы знаем, что эта статья Конституции была потом использована как таран для разрушения СССР и для принятия Ельцинской Конституции за проект, который на самом деле никто не голосовал, и при которой мы живем до сих пор. Статья 6 закрепляла роль Коммунистической партии Советского Союза, как руководящей и направляющей силой Советского общества, ядро его политической системы. Беда заключалась в том, что уже к этому времени КПСС перестала быть партией рабочего класса, потеряла опору в рабочем классе и руководство вело в сторону к реставрации капитализма. Работа над проектом Третьей Конституции СССР с перерывами, с остановками, с возобновлением, эта работа продолжалась около 15 лет, и после ее принятия страна жила при этой Конституции еще 15 лет. Таким образом, Конституция СССР 1977 года является своего рода водоразделом переходного периода от социализма к коммунизму, начавшегося после политической контрреволюции 1961 года. Если программа говорит о том, что нужно сделать, то Конституция, по словам Иосифа Леонидовича Сталина, утверждает уже то, что сделано, то есть она закрепляет то, что страна достигла. И именно такой была Конституция 1936 года. Именно поэтому провалилась попытка принятия Конституции в 1964 году, которая носила в большей степени декларативный характер и была наполнена благими пожеланиями, как хорошо было бы устроить советское общество. Таким образом, в 1977 году мы можем констатировать, что от программы действий буржуазия перешла уже к констатации факта того, что диктатура пролетариата в нашей стране не существует и под вывеской «Общенародного государства» на самом деле осуществляется полным ходом переход от социализма к капитализму. Ее творцы Конституции 1977 года закрепили в основном законе страны ревизию марксизма, изложенную в третьей программе Коммунистической партии, и заложили в нем возможность относительно мирного перехода к буржуазной парламентской республике. Неслучайно рабочую группу по подготовке к проекту Конституции СССР с 1977 года возглавил Яковлев, один из прорабов перестройки и авторов реставрации капитализма в России. Благодарю за внимание. Пола предоставляется, товарищ Удовиченко. В своем выступлении «Стихийность и сознательность в рабочем движении». Что с этим делать? Приготовиться товарищу Шабусову. Здравствуйте, товарищи. Почему я взял эту тему? Потому что, читая Ленина, я пришел к определенным аналогиям и выводам, которые, с моей точки зрения, сейчас очень актуальны. Многие из нас знают, что в 90-х годах XIX века Ленин, проанализировав ситуацию с тем состоянием рабочего движения, которое тогда было, пришел к выводу, что нужно основать газету, общероссийскую, назвали ее «Искра», для того, чтобы она была стержнем и для того, чтобы она позволяла в едином ключе проводить агитацию и пропаганду марксизма и коммунизма. Почему он пришел к такому выводу? Потому что было много кружков, была кружковщина, все бурлило, все кипело, и была налицо стихийность. Стихийность может породить что-то полезное, но случайно. Ну, например, мой младший брат как-то поймал рыбу, просто закинув удочку с пустым крючком, и сразу подсек ее, и там была плотвичка. Она мирно проплывала, он за брюшко ее поймал так. Но ловить так рыбу все время достаточно тяжело. Поэтому нужна не стихийность, а нужна сознательность. Рассуждая самым простым способом, по аналогии, я пришел к выводу, что сейчас тоже нужно что-то такое. Но, поскольку я перед этим все-таки уже что-то прочел из Ленина, я вспомнил, что аналогия – это, с одной стороны, стихийно возникающий метод рассуждения, в этом его сила, он все время возникает. Но он самый примитивный и несет кучу отрицательного. И, опять же, ведет к стихийности. Своего рода меньшевизм, получается, вот так вот возникает стихийно, в этом его сила, он всегда возникает. Но ни к чему полезному он не приводит. Поэтому, чтобы не быть стихийным, я понял, что нужно проанализировать ситуацию, понять, как сохраняет суть, поскольку уже газета есть, есть рабочая, правда. Не потеряв ребенка, понять, какие сейчас есть формы. Сейчас есть формы. Мобильные приложения, интернет, всяческие группы, социальные сети и прочее, прочее, прочее. И получается, что для того, чтобы нести в массы что-то сознательное, в первую очередь ленинизм, нужно адаптировать его к этим формам, потому что иначе массы не видят его. Да, есть полное собрание сочинений Ленина, но не все могут его купить, и в бумажном виде, особенно если человек хочет работать с ним, его достаточно тяжело достать. Распечатывать его тяжело. Ну, например, я сейчас распечатывал себе два тома Сталина, 14-18, которые у меня отсутствуют, и попросил переплести в типографии. Мне это обошлось в 10 тысяч рублей на том, чтобы вы представляли сумму. По 5 тысяч рублей отсканировать, потому что в электронном виде то, что есть, неполное, там по 200 страниц, на фонде рабочей академии лежит 14-18 тома, а там по 800 страниц оба эти тома. То есть по 5 тысяч отсканировать, по 5 тысяч переплести. То есть это еще и дорого. И мало того, они это делают полтора месяца, они это мне сделают к 3 сентября, чтобы вы представляли размер. То есть получается, в бумажном виде проблема. В электронном виде, даже если считать, что все там хорошо отсканировано и лежит, это неудобно и тоже дорого распечатывать. Ну, потому что по 800 страниц каждый том, и вот эти папки, они просто заставят весь дом. И получается, де-факто, изучение Ленина, оно имеет вот такую вот преграду, которую нужно убрать. И нужно, как ее убрать? Перевести это все в мобильный приложение, чтобы это было удобно читать со смартфона. Потому что, когда тот файл, что есть, увеличиваешь, уменьшаешь, ну, неудобно это делать. Чтобы можно было работать с мобильным приложением. Чтобы были соответствующие видео, чтобы были переизданные книги и так далее, и тому подобное. Ну, и вот, рассуждая таким макаром, я, собственно говоря, и предложил создать группу «Свободное время». И в рамках этой группы мы этим и занимаемся. То, что сейчас вычитываем и пытаемся переиздать. Но мы издаем не полностью полное собрание сочинений, а мы выбираем основное в ленизме, согласовываем с Михаилом Васильевичем, что не печатаем, не будем там печатать, дублируясь. Ну, допустим, речь там-то, речь там-то, речь там-то. На одну и ту же тему и приблизительно одно и то же. Мы выбираем самую-самую полный вариант. И мы сохраняем хронологию. Поэтому там будет 45 томов. Три тома уже вычитали. Скоро отдадим верстку, начнем верстать потихонечку это. Но они будут потоньше. Их можно будет купить. И в бумажном виде договоримся с какой-то типографией, которая пусть зарабатывает, продает это на Азоне. И в электронном виде. И скачать. И видео будет согласно. То есть будет вот такой учебно-методический комплект. Готово уже ждет. Вот. И, собственно говоря, основная причина, почему я ее попросил, сделать такое короткое выступление. Помимо того, что это нам помогает бороться со стихийностью самым хорошим диалектическим способом. А почему диалектическим? Потому что в чем сила стихийности? Когда ребенок берет кого-то за образец, это стихийно. И это самая примитивная форма рассуждения. По аналогии. Взял за образец Гагарина. Но в этом есть свой плюс, что Гагарин. Но минус в том, что если он будет механистически его копировать, получится плохо. Значит, нужно диалектически это дело копировать. А получается, нужно изучать труды. И получается, беря за образец Ленина, его проще всего брать и с него начать. И дальше читая его, он от стихийности в мышлении формальной будет переходить к сознательности мышления. Получается, делая Ленина общедоступным, мы повышаем сознательность в рабочем классе. Ну и не только в рабочем классе. И по этой причине я просто прошу помощи, чтобы включались члены партии рабочие, кто имеет время и возможность вычитывать, корректировать. Вычитывать на чепятке, не Ленина править, а вот то, что там он сканирован, там куча опечаток на самом деле. И когда это переводим в вор, добавляются новые. И нужно все вот эти вот верстальные косяки убирать. Вот кто может, присоединяйтесь, находите меня через мои группы во ВКонтакте Академия Смыслов, Свободное время и Курс Коммунизма, Наука Побеждать. Все три во ВКонтакте. Вписывайтесь там, и я вас буду подключать к работе. Сейчас там немного, около десяти человек будут, что я надеюсь побольше. Вот, спасибо. Товарищ Шабусов, Сатин Константинович, тема выступления о некоторых критериях коммунистических и революционных партий. Подготовиться к товарищу Юркову. Уважаемые товарищи, на сегодняшний день пролетариями являются все те, кто продает свой труд. Неважно какой, умственный, физический и другой. Это те, кто не обладает частной собственностью на средства производства. А могут иметь квартиру, машину, землю, если она не используется для общественного производства. А для лишних огурчиков, помидорчиков, лучок и так далее. Поэтому формально у нас сейчас и в мире, и в России, и в Америке, это все пролетарии. В большинстве своем без классового сознания. Потому что на другой стороне, менее численной стороне, находятся владельцы заводов, фабрик, пароходов, которые обладают правом той самой частной собственности на средства производства, которые живут за счет эксплуатации тех самых пролетариев, и которые не могут осознать своих классовых интересов, и которые остаются вещей в себе. А могут ли пролетарии сами осознать свои классовые интересы? Это, конечно, сложный вопрос, но для сознания своих классовых интересов Рабочему классу необходима своя политическая газета и своя революционная партия, которая будет вносить непосредственно это классовое сознание в рабочее движение. Осознание классовых интересов, что пролетариат должен прийти к власти, это может внести только революционная партия, которая сама в первую очередь пронизана этим движением и стоит на позиции марксизма-ленинизма. В настоящее время в России насчитывается около 200 различных партий движений. Но какие из этих партий наиболее влиятельны или пользуются авторитетом? На мой взгляд, это РКРП и РПР. А вот какая из них наиболее сильна и влиятельна в идеологическом или революционном направлении более подготовлена для действительной и практической борьбы. Пусть решают сами эти партии. Все. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Юрхову Кириллу Валерьевичу, кандидат технических наук, Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин в борьбе с троцкизмом. Подготовится Боминову Григорию Вячеславовичу. Дорогие товарищи, ну вот здесь Александр Сергеевич нам уже рассказал некоторые аспекты борьбы за коммунизм внутри КПСС, но в действительности история развития коммунистических партий вообще сама по себе есть история принципиальной и непримиримой борьбы с этим марксистскими течениями и группами внутри партии. И это положение было верно во все времена. Оно было верно во времена Карла Маркса. Скажем, мы уже в 1852 году в письме Лассаля к Марксу можем найти такие строчки. Партийная борьба придает партии силу и жизненность. Величайшим доказательством слабости партии является ее расплывчатость и притупление резко обозначенных границ. Партия укрепляется тем, что очищает в себя. Естественно, это положение было верно во времена Владимира Ильича Ленина, который постоянно громил оппортунистов внутри партии. Верно оно и сегодня, как нам показал Александр Сергеевич в том числе. Иосиф Иссалеонович Сталин так указывал, что история большевистской партии есть история борьбы противоречий внутри этой партии, история преодоления этих противоречий и постепенного укрепления партии на основе преодоления этих противоречий. Имел в виду здесь Иосиф Иссалеонович, конечно, партию РСДРП. Сами противоречия внутри коммунистической партии возникают не случайно. И они являются отражением действительных противоречий, которые есть в обществе. Идеологии различных классов вступают в борьбу с марксистско-ленинской идеологией самого рабочего класса внутри партии и маскируют себя под марксизм. Не случайно еще в манифесте коммунистической партии мы можем найти различные описания реакционных социализмов, которыми прикрываются классы капиталистического общества в попытках увести трудящихся от научного социализма. В РСДРП внутрипартийная борьба возникает с самого возникновения и зарождения партии. Уже на втором съезде партия раскалывается на большевиков и меньшевиков. И основным разногласием между ними является формулировка пункта первого устава, определяющая, кого можно считать членом партии. И вот эта организационная дряблость, на которой настаивали меньшевики, которые предлагали считать членом РСДРП любого, кто помогает партии деньгами, в дальнейшем станет основанием для все более изощренных атак на идеологическую организационную целостность большевистской партии. Одним из идейных последователей меньшевиков как раз является тот, кто изначально был меньшевиком, является Троцкий. И исторически так сложилось, что троцкизм в различные периоды становится пристанищем и объединением различных оппортунистических групп. Объясняется это, конечно, не какими-то выдающимися качествами самого Троцкого, а другими моментами. И, скажем, Осип Виссарионович Сталин разъясняет главенство троцкизма в оппозиционных блоках тем, что он прямо говорит, что, во-первых, троцкизм является наиболее законченным течением оппортунизма в партии из всех существующих оппозиционных течений. И, во-вторых, ни одно оппозиционное течение в партии не умеет так ловко и искусно маскировать свой оппортунизм левой и революционной фразой, как троцкизм. Итак, мы получаем левую революционную фразу, как основную родовую черту троцкизма. Впервые под знаменем троцкизма оппортунисты начали собираться во времена так называемого августовского блока, объединяющего ликвидаторов, отзавистов и, собственно говоря, группу самого Троцкого. И с этим блоком активно на протяжении достаточно долгого времени боролся Владимир Ильич Ленин. И он подчеркивал, что в этом блоке Троцкий ведет антипартийную политику, что он разрывает партийную легальность, вступает на путь авантюры и раскола. Ну и, собственно говоря, этот путь авантюры и раскола сопутствовал троцкизскому течению на протяжении всей истории развития партии. Далее атаки на партию троцкистами слева рельефно проявляются в период после Октябрьской революции, в период Брестского мира. Клеймя Владимира Ильича Ленина и большевиков в соглашательстве с империалистами, Троцкий и его группа проводили материстическую политику, которая привела к значительно худшим условиям мирного договора с немцами. И чем облегчало дело империализма, который стремился в то время задушить советскую власть в зародыши. Один из ключевых теоретических вопросов, по которому Троцкий разошелся с большевиками и Владимиром Ильичом Лениным, был вопрос о возможности построения социализма в отдельной стране. Владимир Ильич Ленин, анализируя развитие капитализма до его высшей и последней стадии империализма, выводит закон неравномерности экономического и политического развития. Тем самым он показывает, что положение Маркса об мировой революции сразу же во всем мире видоизменяется в период империализма. И указывает, что в период империализма, возможно, победа социализма переначально в немногих или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране, победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстания против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов их государств. И здесь видно, что Владимир Ильич Ленин ставит этот вопрос однозначно. При империализме социализм может и должен быть построен в одной отдельно взятой стране. И это положение, естественно, было подтверждено исторически построением социализма в СССР в середине 30-х годов прошлого столетия. Если мы возьмем позицию Троцкого, то позиция прямо противоположна. Теоретическая позиция Троцкого утверждает следующее. Он утверждал так, что безнадежно думать, так свидетельствует опыт и история, и теоретические соображения, что, например, революционная Россия могла бы устоять перед лицом консервативной Европы, или социалистическая Германия могла бы остаться изолированной в капиталистическом мире. Рассматривать перспективы социальной революции в национальных рамках значило бы становиться жертвой той самой национальной ограниченности, которая составляет сущность социал-патриотизма. Ну и вообще говоря, вот этот вопрос о возможности построения социализма в СССР, он не являлся чисто теоретическим вопросом. Почему? Потому что ответ на этот вопрос определял действия рабочего класса в России после Октябрьской революции и установления диктатуры пролетариата. Если построение социализма возможно в отдельной стране, то все силы пролетариата России должны направить на удержание и завоевание достижений Октября, на укрепление советской власти, на развитие собственного коммунистического производства в СССР и в конечном итоге построение социализма как первой фазы коммунизма. Позиция же Троцкого на деле обезоруживала рабочий класс в деле построения социализма и отводила ему действительно роль лишь той самой бизанки хвороста в костре мировой революции. И особенно актуальным этот вопрос становится в середине 20-х годов, когда с одной стороны была одержана победа в гражданской войне, и большевиками была одержана победа в гражданской войне, и преодолена хозяйственная разруха, восстановлена промышленность, или по крайней мере начала восстанавливаться промышленность, а с другой стороны внутри советской страны введен НЭП, а в это время в остальном мире наблюдается и наблюдалась стабилизация капитализма после выступлений рабочего класса в разных странах, связанных с разрушениями и связанными с Первой мировой войной. Вот эта постоянная оглядка на Запад, попытки рассмотреть начало революции в любом маломальском выступлении западных рабочих, на деле завели троцкистов и примыкающих к ним групп в тупик авантюризма по отношению к классовой борьбе в России, в Советском Союзе. Специфика социалистической революции в России заключается в том, что рабочий класс нашей страны, будучи относительно малочисленным, образовывал определенный союз, который Ленин называл классовым союзом, с крестьянством. Этот союз всячески отрицался последователями идей Троцкого. Более того, крестьянство рассматривалось именно на определенном этапе как объект эксплуатации со стороны пролетариата. На практике это приводило к таким вещам, как предложение методов индустриализации, связанных с усилением налогового нажима на крестьянство, повышением отпускных цен на промышленные товары и тому подобные вещи. Конечно, понятно, что ни к чему, кроме подрыва экономического положения бедноты и середняка, а следовательно и разрушения классового союза, такие методы привести не могли. Ну и вот в середине 20-х годов большевики во главе с Иосифом Миссарионовичем Сталином провели огромную работу про заволочение у троцкистов и возглавляемой ими оппозиции внутри партии. Результатом этой работы стало признание троцкизма Пятым Конгрессом Коминтерна мелкобружуазным уклоном и в дальнейшем разгром новой оппозиции в 24-26 годах прошлого века. В конце 20-х годов в партии большевиков появляется так называемый правый уклон и его появление также связано с вопросом построения социализма в СССР. Поскольку в связи с дальнейшей стабилизацией капитализма в мире в КПБ появляются группы, имеющие капитулянские настроения, готовые договариваться с остатками буржуазных классов СССР. И отсюда, в частности, появляется теория Бухарина о мирном врастании кулака в социализм. Ну и на самом деле не случайным является тот факт, исходя из этого, не случайным является тот факт, что группа Бухарина достаточно быстро вошла в контакт с троцкистскими группами, так как идеологическая платформа у них по существу была общая. Борьба Иосифа Виссарионовича Сталина с оппортунизмом и ревизионизмом в партии предопределила зоологическую ненависть последователей троцкизма к Сталину, которая проявлялась после его смерти в неприберимом антисталинизме. Уже начиная с Хрущева ведется подрывная работа в советском обществе против Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну и современные троцкисты, на самом деле, наряду с той самой революционной фразой, отрицают исторический опыт построения социализма в СССР. Под руководством Иосифа Виссарионовича они пытаются доказать, что СССР не был социалистической страной, придумывая различные объяснения тому, что происходило в Советском Союзе. По-прежнему популярны среди оппортунистов идеи о том, что социализм нельзя построить в одной стране, что надо непременно ориентироваться на Запад, ведь именно там, по мнению современных уже троцкистов, только там может произойти революция. И хотя на самом деле сегодня нельзя сказать точно, какая из стран будет следующей в цепи мировой революции, воскрешенные идеи троцкизма таким образом и сегодня обезоруживают российский рабочий класс в его борьбе. Идеологическая база троцкизма послужила одним из фундаментов борьбы реакционных классов, направленную на разрушение Советского Союза. В частности, идея сближения с классом буржуазии, получившая название теории конвергенции, вот эта теория, в частности, была взята на вооружение группами уже в КПСС, ведущими дело к возрождению капитализма в СССР. С другой стороны, всегда так исторически сложилось, и это движение, в частности, преподносилось трудящимся, как борьба за действительный социализм, то есть продолжается та самая риторика, которая присуща троцкистам и троцкизму, критики слева, с левых позиций. И сегодня не вызывает сомнения тот факт, что коммунистам будущего предстоит ожесточенная борьба с оппортунизмом в партии рабочего класса, и следует обращать особое внимание на попытки возрождения и использования троцкистской тактики борьбы уже в современных условиях. Спасибо. Завершающий доклад. Бобина Григорий Вячеславович. Борьба за шестичасовой рабочий день. Товарищи, вы знаете, что Рабочая партия России в программе и основной лозунг – это борьба за шестичасовой рабочий день. Это сейчас очень актуальная тема. Только что вот эти хрущи, то есть Коммунистическая партия Российской Федерации, так называемая Коммунистическая партия Российской Федерации, один из ее лидеров, выдвинул тезис, что сейчас надо для развития нашей страны удлинить рабочую неделю аж до семи дней. То есть вот хрущи ведут себя таким образом. Также выдвигаются такие идеи, чтобы сократить рабочую неделю до четырех дней, при этом не говорится, что сократить именно рабочий день. То есть вот эти 40 часов впихнуть как раз в четыре дня. То есть я как представитель именно профсоюзного движения понимаю, насколько это тяжело работать по 10 часов в день и в дальнейшем не остается времени и сил на какую-то другую деятельность, кроме как идти отдохнуть. И вот здесь вот как раз всплывают те моменты, над которыми постоянно думаешь и которые мы, знаете, вот о чем говорил Александр Сергеевич, то есть как бы замыливаются как-то лозунги и вот широко это не понимается. То есть мы говорим о том, чтобы рабочая партия России, мы говорим о том, чтобы сократить рабочий день до шести часов без потери заработной платы, то есть сохранить ту же заработную плату, которая на 8 часов. И здесь вот эти вот слова, которые изначально были вложены в сокращение рабочего дня и в дальнейшую программу, вот видите вот это понятие благосостояние, да, благополучие, благосостояние и потребности. То есть чувствуете разницу между благополучием, благосостоянием и потребностями. То есть в принципе сейчас можно уже производить за 6 часов все те продукты, чтобы обеспечить благополучие всех граждан. Но при этом потребности мы можем за 6 часов не удовлетворить, потому что у всех разные потребности, понимаете. У кого-то потребности есть мраморное мясо, хотя потребность 2,5 тысячи калорий, которые надо получить, ну и пропорцию белков, жиров и углеводов можно получить за меньшие деньги, тем самым работая, допустим, 6 часов. Но это еще не основное, то, что я хочу сказать, вот в своем докладе. Там Владимир Ильич Ленин говорит, что чтобы перейти к следующей стадии, да, перейти к полному коммунизму, надо перестроить общество. То есть не только экономические какие-то моменты решить, но и в том числе воспитательную работу провести. И тут возникает вот вопрос следующий, что мы сокращаем рабочее время, представляете, да, сокращаем рабочее время, для благополучия, да, у нас производительность выросла сотни раз по сравнению с 2017 годом, но там еще идет следующая прибавка. Высвободившееся время, высвободившееся, ну вот то время, которое освободилось 2 часа, вот это свободное время как раз, не время отдыха, а свободное время потратить на развитие. То есть Владимир Ильич Ленин подразумевал, что рабочие не убегают куда-то там, домой быстрее бросить там все у станка и побежал куда-то, а нет, собраться коллективами, обсудить, то есть научиться управлять своим предприятием за эти 2 часа, которые высвободились, понять, что нового есть, освоить новую профессию, разобраться в историческом каком-то ключе. Вот для чего вот это освободившееся время, но он там говорит в том числе и о военном деле, в своей речи. Соответственно, чувствуете, да? То есть рабочая партия России борется за сокращение рабочего дня до 6 часов, чтобы появилось именно свободное время, а не время отдыха. То есть многие тоже не понимают вот этой разницы между свободным временем и временем отдыха и вот такой коллизии, и что оказывается люди, которые не работают, у них нет свободного времени. То есть вот в этих вот понятиях надо вот на это тоже обращать внимание, потому что я как профсоюзный работник, я сталкиваюсь с тем, например, я работаю на скорой помощи, но мы работаем по 12 либо по 24 часа в сутки. Тяжело человека оставить на работе после 24 часов, чтобы с ним провести какую-то профсоюзную беседу, работу, собрание. Это очень тяжело. Второй момент, то же самое касается рабочих коллективов. Сейчас нормально уже работать, оставаться после 8-часового рабочего дня. 10-12 часов отработать. Нет времени на свободное развитие. Нету. И мы столкнулись опять же в том же Советском Союзе со следующим понятием. Я же сейчас провожу агитацию и пропаганду среди различных возрастных групп. Так вот, вот эти вот детские представления, которые просто были впитаны в школе, несутся сквозь всю жизнь. Потому что вот не было этих двух часов, где бы было свободное развитие во все стороны. То есть, например, мне приходится переубеждать 70-летних своих знакомых, что большевики царя не свергали, понимаете? Ну, они вот прочитали это в букваре, что большевики свергли царя. И все. У них это все осталось и пронеслось на всю жизнь, потому что не было свободного времени организовано для их состороннего развития. Поэтому вот эта вот фраза, и опять же, о чем говорит Александр Сергеевич, вот каждую букву, каждое слово Ленин, вернее, каждое слово, каждую фразу Ленина, проходя через практику, ты осмысливаешь совсем по-другому. Как вы говорили, что все было замылено, советы и советы, в том числе и вот это вот свободное развитие, и время высвободившиеся, надо потратить именно на это, а не просто убежать там куда-то домой. Все, спасибо. Для заключительного слова предоставляется слово Казенову Александру Сергеевичу. Дорогие товарищи, несмотря на сложные внешние условия и политические условия, и памятные дни, которые мы переживаем, конференция наша успешно завершилась, с чем я вас поздравляю. Хочу напомнить, что это седьмая наша конференция, организованная Красным университетом. Хочу вам доложить, что нынче идет набор, десятый набор в Красный университет, то есть своего рода юбилейный такой набор. И этому явлению и событию посвящена первая страница, подготовленная «Народные правды», которая на следующей неделе выйдет. Исследование причин негативных и позитивных тенденций и их борьбы в социализме мы, конечно, только немножко затронули. Эта тема большая, глубокая, трудная. Поэтому я думаю, что мы дали здесь начало, такой толчок этим исследованиям, что они будут продолжаться. И я уверен, что на этом пути нас еще ждет много открытий. Что же касается сегодняшних выступлений, то они, как всегда, будут отредактированы и изданы, не откладывая в долгий ящик. Я даже думаю, что еще в этом году, может быть, даже осенью, этот сборник, посвященный этой конференции, выйдет из печати. Ну и традиционно для нашей конференции обмен газетами и книгами. Вот они здесь лежат. Кто еще не заметил, пожалуйста, возьмите. И традиционный чай, которым угощает Красный университет и Фонд Рабочей Академии. Поэтому, пожалуйста, прошу к столу следующей аудитории. Спасибо. 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 Спасибо.